ЗОМ-Интервью Всем привет! С вами ЗОМ-Интервью и я его ведущая Юлия Белинская, издатель ритейлер СЮА. Сегодня у меня в гостях Полина Кошарная, она собственница магазинов ЗО-маркетов, правильно говорить, Мастер ЗУ. Это национальный ритейлер товаров для животных. На сайте написано, что больше 80 магазинов. Полина сейчас может сказать, наверное, точную цифру. В общем, крупный ритейлер. И я напоминаю, что в этом проекте я, как автор, приглашаю интересных мне людей, собственников бизнеса, управляющих и просто экспертов, которым есть что рассказать рынку и чье мнение будет интересно. Полина, спасибо большое, что согласились и приняли мое приглашение. Расскажите, сколько сейчас магазинов на сегодня у Мастер ЗУ? Добрый день! Спасибо за приглашение. Да, с удовольствием с вами и рады, что есть такие... Такие активные у нас объединяющие организации в вашем лице. Ну, на самом деле, прямо сейчас у нас уже меньше 70 магазинов по двум причинам. Первое, магазины, которые действующих, открытых, с открытыми дверями. Первое, Киев не весь вышел из карантина, часть торговых центров закрыта. Второе, каждому кризису благодарны, потому что как лакмусовая бумажка проявляет всех и вся. И то, как сейчас строится диалог с некоторыми арендодателями, к сожалению, приводит к выводам, что некоторые магазины после карантина не откроются в связи с той политикой, которую принимает арендодатель в момент кризиса. И то, как он не видит изменения рынка и не идет на переговоры по возобновлению ситуации. Поэтому вот еженедельно, оперативно сверяемся с коллегами. Скажите, пожалуйста, вообще, насколько я знаю, магазины зоотоваров могли работать по закону, потому что животным тоже нужна еда, как минимум. И я думала, что ваш бизнес не так пострадал, потому что не так закрылся. Но вы все-таки в торговых центрах закрывали магазины. Ну, первые дни, когда вышло первое постановление Кабинета министров, там не было зоотоваров, как разрешенных, как разрешенных, как разрешенных. И в том числе, благодаря тому, что наша компания является учрителем ассоциации Зорунга Украины, мы грамотно вовремя написали письмо, и наши правки были восприятны Кабинет министрам и были первыми, которые были... Да, я хочу отметить для всех, кто нас слушает, про важность отраслевых ассоциаций, лоббирование своих интересов, напоминание о себе и заявление о своем голосе. Поэтому это очень важно, особенно в таких ситуациях. Да, это тот случай, когда пятилетняя инвестиция, потому что, как правило, в нашем случае ассоциация – это некоммерческая деятельность, это действительно проразвитие рынка. Вот тот случай, когда через пять лет имидж и репутация ассоциации помогли всему рынку, и мы очень гордимся этим достижением. Да, поэтому, когда появилось постановление Кабинета министров, разрешающее торговать кармами и ветпрепаратами, мы тоже понимали, что тонкий лед, что делается всем ассортиментом, но поскольку большинство магазинов очень маленький вообще рынок зообизнеса, самая популярная торговая точка – это 15-60 квадратных метров, то там и есть на 80% корма и ветпрепараты. То есть мы были, в общем-то, чисты перед законом. Да, мы могли работать, и в данном случае отдельно стоящие магазины имели лучшую ситуацию, поскольку ни от кого не зависели. В торговых центрах ситуация была двоякая. С одной стороны, мы могли работать, но некоторым торговым центрам было невыгодно разрешать нам работать, например, если мы находимся в крыле удаленном маркета. И нам так и говорили, ради вас выводить охрану и содержать след не будем, стоите закрытыми. И это было тоже окей, это было честно, поэтому мы благодарны там, где диалог этот состоялся. Поэтому, конечно, как у всех, первые две недели оперативных решений. Да, шок, по классике шок, пришли к принятию оперативные решения. Но сейчас все больше вопросом задаем, какими мы будем в 2001 году. В 2021. Да, какими мы выйдем во второе полугодие, готовы ли мы быстро адаптироваться, выдержала ли эта команда. Поэтому был такой... Находимся по-прежнему в этом стресс-тесте, но я думаю, что основное упражнение мы все-таки физически сделали в начале апреля. Я все-таки хочу уточнить, то есть у вас сколько магазинов в процентном отношении работает сейчас? Сейчас работают все, кроме киевских торговых центров. Это примерно 90%. 90% уже работает. Да, вот второй день как. Второй день как. До этого работала. Вы уже какие-то сводки делали с вот этих первых двух дней? Ну, что у нас ритейл измеряет? Это трафик, это средний чек, как бы, да? Это основные показатели, по которым можно здоровье бизнеса ежедневно оценивать. То есть все говорили о том, что трафик будет восстанавливаться долго. То есть по первым двум дням что можно сказать? Ну, мы идем от трафика примерно 60% сейчас. 60% от до карантинного. Да. Что, в принципе, я считаю, очень хорошо. Могло бы быть хуже. Люди соскучились по покупкам. То есть даже эти 60% для нас достаточно оптимистичны. Посмотрим, будет ли это, ну, или это импульсно соскучившийся. И потом осторожность. Потому что, ну, я понимаю, нам всем сейчас некомфортно находиться в столпотворении. К сожалению, я вижу по Харькову дисциплина оставляет желать лучшего. Количество людей в масках по-прежнему невысокое в торговом центре. Поэтому все будет зависеть от нашей новой привычки. И я думаю, что мы ее еще не понимаем. Нашей как покупателя. Зум-интервью. Животные для людей и для украинцев во всем мире – это как маленькие дети. Да, вот я знаю, что относятся. У меня вот тоже у самой есть собачка. Кстати, мы тоже клиенты Мастерзу. Вот сейчас покажу, она спит нас, слушает. Очень приятно. Мы ходили в Мастерзу на Подоле, который работал как раз. Ну, то есть относятся как к детям и на детях не экономят. Вот вы скажите, это так или нет? Были ли изменения в предпочтениях? Ну, и в том самом среднем чеке. Ну, структура покупки состоит из двух частей. Обязательная покупка – это корм, гиена, наполнитель для кошки или для маленькой собачки пеленка. Ветеринарные препараты в сезон. Это обязательный мастхэп, которого ни один владелец не откажется. Ну, конечно. Это экстренная необходимость. Да. И есть допустимый товар – это импульсные покупки. Это мягкое место, которое запланированная покупка. Это, возможно, замена клетки. Игрушки. Да, игрушки. И, конечно же, как любой кризис, структура значительно меняется. Корма, как правило, падает или не сразу и позже. Это связано с двумя причинами. Витомники начинают меньше производить щенят. К сожалению, может быть такое, если они увидят меньшую покупательскую способность, будет меньше щенков, будет меньше новых клиентов. То есть это случится не сразу, мы это увидим чуть попозже. И, к сожалению, мы тоже морально к этому должны быть готовы. Но как раз на вторую часть чека реакция уже пошла, и мы видим снижение количества импульсных покупок и необязательных покупок. Понимаем, что как раз эта часть чека зависит от общей состояния экономики, от покупательской способности, от того, какой уровень зарплаты. И настроение, да. Потому что, в принципе, все кризисы, если просмотреть, и даже исследования о том, как ведут себя потребители, то вот они говорят, что как раз когда происходит вот такой какой-то первый шок, да, неопределенность, то первым делом все стараются там сэкономить, лишнего не покупать. Вот включается как раз такая осознанность, которая с эмоциональными покупками не очень связана, да. То есть то, от чего я могу отказаться, откажусь. И, соответственно, это переходит вот действительно, как вы говорите, в необходимое, да, то без чего нельзя. Иррациональное, да. Иррациональное, необходимое. Но я знаю и понимаю, что для вас импульсные покупки – это как раз более маржинальные товары, потому что там корм, там жестокая ценовая конкуренция, и я думаю, что наценки на нем минимальны. Да, именно так и есть. Но хочу еще очень добавить, это касается Мастер Зоу, в первую очередь, но и других игроков местных, магазинов с историей. Знаете, у каждого из нас, там из детства, есть зоу-магазин, в котором мы покупали первые гупешки рыбы, да, самые популярные. Я вижу у вас аквариум на заднем фоне, да, Юлия? Да, да, да. Здорово. Поэтому вот эти магазины, кто имеет историю, кто имеет вот этот элемент кастом-ориентимости, когда мы помним, как зовут питомца нашего покупателя, они как раз, им будет тоже сейчас инвестиция в их прошлое, им сейчас поможет, потому что тот, кому я доверяю, и тот, кто действительно поможет мне с выбором аксессуаров, тот пострадает меньше всего. И в данном случае наша экспертность, наши продавцов и наши знания нам очень в помощь. Поэтому постоянные клиенты с нами, за что мы им очень благодарны. Точно так же общаемся и с клиентами, с коллегами из других городов, независимыми зоу-магазинами. Если магазин с историей, то он сегодня продолжает радовать своих покупателей, да, и продажей ящериц, и продажей рыб, потому что вот все равно этого отдушины хочется. И сегодня, учитывая, что мы будем лишены, наверное, отпуска долгое время, смены картинок, то вот смена интерьера сейчас будет очень важна. Поэтому когда, как не сейчас, подумать о новом аквариуме или о декорациях существующих аквариумов. А пойдем к тому, кому знаем и кого доверяем. Ну, то есть можно сказать, что клиенты, их знания, их взаимоотношения с ними – это вот главный актив бизнеса. Не только в кризис, просто кризис это подтвердил. Да. И то, как мы относимся к базе данных клиентов, условно, там, ручная ЦМР, неручная, как мы, что мы знаем о нашем клиенте и как мы можем вам напомнить о себе в этот период, сыграло очень большую роль. Хорошо. То есть я поняла, что трафик в карантин, наверное, был еще меньше, чем после. Соответственно, меньше доходов, меньше импульсных покупок, то есть меньше более маржинальных товаров в корзинах. Соответственно, нужно сокращать расходы. Поделитесь, то есть как проходил у вас этот процесс, что пришлось сократить, от чего отказаться. Ну, не открою секрета, да, в ритейле две основных статьи затрат. Аренда и зарплата, как правило. Аренда первая, вторая зарплата. То, с чего начала, очень благодарна всем партнерам, которые первые пошли навстречу, вернее, первые подтвердили переговорный партнерский процесс. И, ну, на самом деле, таких большинство, и еще раз как бы это подчеркивает про адекватность и предпринимательство в Украине, да, и про адекватность. Ну, говорил Сергей Бадрединов в таком же интервью, что правило ПРЭТа 20-80, то есть 80 адекватных, 20 примерно неадекватных, которые хотят получать доход в том же объеме и кого не интересуют обстоятельства. И вот теперь вопрос, что делать с этими 20-ю неадекватными, ну, грубо говоря, как вести дальнейшие переговоры. И, ну, на самом деле, я там сочувствую нашим коллегам, которые на передовой эти переговоры ведут, потому что ты понимаешь, что, с одной стороны, да, есть договор, который торговая промышленная палата поддержит тебя между строк, то есть, по большому счету, все нам сказали позицию, договаривайтесь, да. С другой стороны, ты понимаешь, что есть репутация сети, которая тоже очень важна. И вот мы еженедельно в таком шпагате рассматриваем из этого списка 20% каждого партнера отдельно, и чувствуешь себя иногда не совсем комфортно в этом переговорном процессе. А это, поделитесь, и торговые центры, и лендлорды на стрит-ритейле себя, ну, то есть, не только торговые центры. Ну, в нашем случае, поскольку большинство стрит-ритейлов — это давние партнерские отношения, то, насколько я помню, в отдельно стоящем особых проблем не было. Это в основном торговые центры. Это в основном торговые центры. Хорошо, будем проводить расследование, кто себя плохо ведет. Хорошо, то есть, по аренде переговорный процесс адекватный понимает, что ее тоже нужно снизить пропорционально снижению дохода своих арендаторов. Что по зарплатам? Вы пересматривали графики, смены, мотивацию, и особенно, что не работает общественный транспорт, ну, в Киеве, по крайней мере. Ну, персонал есть, работающий на фронте, как правило, зависящий от объема продаж. Мы, по-честному, старались предоставить возможность работать всем. То есть, условно, из 30 магазинов в Киеве 15 работало, 15 нет. Мы предложили всем возможность графика работать в 15 работающих. И, на самом деле, тоже, я считаю, это было по-партнерски ко всему персоналу. Не мне повезло, мой магазин работает, а ты ежедневник как хочешь, да, мы составили такой график. И, таким образом, дали хоть чуть-чуть, но возможность заработать всем. Конечно, переоформление бедной нашей отделы чаровых кадров тоже последовало, но это было важно. Второй момент. По офисному персоналу в первые дни был прямой диалог. То есть, я обратилась ко всем сотрудникам, сказав, ну, ситуация такова, что мы сейчас можем обещать то, что можем обещать. И мы прогнозировали оптимистический и пессимистический сценарий. Соответственно, людям, кто продолжал работать, таких было большинство, мы объявили два сценария заработной платы по оптимистическому сценарию и пессимистическому. Слава Богу. Поскольку правки к обмину были приняты вовремя, мы пошли больше по оптимистическому сценарию и свои обязательства перед персоналом выполнили. Зум-интервью. А что будет с вашими теперь инвестиционными планами и развитием по открытию магазинов? Я так поняла, что часть не откроется обратно, ну, или, возможно, съедут. Будете ли вы открывать новые? Есть ли у вас это в планах и деньги на это как минимум? Ну, мы сейчас как раз и думаем над своей более бюджетной моделью для того, чтобы продолжать пробовать открываться. Ищем сейчас... Ну, увидели, что торговые центры – это хорошо, но мы понимаем их количество. Многие строки, возможно, будут. Да, и количество ограничено, и, скорее всего, часть еще будет заморожена будущих проектов. Поэтому не отказываемся от развития в стрит-ретейле и рассматриваем объекты для будущего развития. Конечно же, очень аккуратно, но внутренний восток внутри компании не объявляли. Может быть, вы заморозили еще какие-то инвестиционные планы, которые были запланированы в хорошее время, пока никто не знал, что вот так случится? Мы заморозили реформаты все сейчас, потому что, понимаем, недоукрашений сейчас нужно сохранить существующее. Поэтому было у нас в этом году запланировано несколько региональных реформатов. То есть мы активно переодели магазины в Киеве, но в регионы еще так активно не зашли. Все новые открывались в новом формате, а старые были в планах в постепенном реформате. Этот проект приостановлен, то есть реформаты мы сейчас не делаем. Больше смотрим на возможность новых открытий. Да, я просто хочу сказать для тех, кто, возможно, не знает, это мы следим за всеми, кто открывается. Вот Мастер Зуб в прошлом году начал открываться в совершенно другом формате, под новым брендом, то есть новым логотипом, с другим планированием, и вообще с другой логикой. Мы даже делали экскурсию в прошлом году для ритейлеров. Я как раз хотела спросить, довольны ли вы результатом, как себя показывают новые магазины. Но, конечно, нужно отметить, что переодеть большую сеть розничную, всю ее переформатировать, все вывески, весь брендинг, зонирование оборудования – это достаточно инвестиционно емкий процесс. Да. Поэтому он дождется более перспективного периода, более цветущего. Довольны ли мы форматом? Безусловно, да. На это есть две причины. Первое, поскольку сети в прошлом году было 15 лет, и магазины, открывшиеся в самом начале под брендом «Мастер Зоу», естественно, требовали эволюционного ремонта. И, в общем-то, наша любимая Васильковская, когда вы водили экскурсию, она как раз была, пусть не из первых, но магазину было ровно 10 лет, когда мы сделали реформат. Естественно, он требовал эволюционного ремонта. И все мы проходили этапы ремонта в квартире, и знаем, что есть всегда выбор – пойти самостоятельно, выбрать в эпицентре обои, или все-таки помочь, пригласить кого-то помочь. Поэтому я очень рада, что мы зашли в проект вместе с Игорем Степановым. И совпало два момента. Первое – мы обновили исторический магазин, но мы это сделали все-таки концептуально, посмотрев, еще раз задав себе вопрос, чем мы хотим отличаться. Чем мы хотим отличаться? И смотрели не только на украинский зоорынок, но и смотрели на европейский зоорынок. И я очень горжусь результатом, что даже когда сегодня к нам приезжают наши поставщики, европейские партнеры, безусловно, Мастер Зоу имеет сегодня лицо, отличное от европейского ритейла. И нам действительно говорят, что мы одни из самых ярких и самых продвинутых ритейлов зооиндустрии, поскольку, опять же, если мы посмотрим на немецкий рынок, как один из самых цветущих в зообизнесе, то игроку больше 20 лет, соответственно, и формату больше 20 лет, и вот эта устойчивая немецкая стабильность, им тоже хочется чего-то свежего, чего не случается. Поэтому в данном случае наша смелость очень поддерживается. Ну, а по финансовым результатам? По финансовым результатам, ну, как бы, чтобы не отягощать и не раскрывать какие-то коммерческие цифры, основное, что хочу сказать, мы увидели новых клиентов в старых магазинах, что было для меня неожидаемо, и мы как-то об этом не задумывались, что пришло больше молодежи или пришли те, которые по каким-то причинам не были нашими клиентами. То есть они увидели, удивились, зашли, попробовали и остались. И это такой очень приятный бонус нашего реформатора, да, что новые клиенты не просто приятно сделали для существующих клиентов, но и привлекли новых, которые до этого с нами не работали. Zoom-интервью. Хочу спросить про интернет-магазин. Я, кстати, ну, вы уже поняли, что я являюсь клиентом в сети, и я получила сообщение о том, что запустился интернет-магазин. Я знаю, что мы когда с вами год назад разговаривали на выставке, вы тогда не планировали развивать интернет-направление, но я вижу, что вот карантин, интернет-магазин, это был все-таки запланированный запуск или экстренный, чтобы вот там как-то сейчас наладить продажи, и поддержать клиентов. В стратегии 2021, по-моему, мы написали запуск, запуск интернет-магазина, потому что уже неприлично было его не иметь, но, нет, на вторую половину 2020 года мы должны были его планово запустить, но когда в марте все стало ясно и понятно, благодарно нашей команде, которые сгруппировались и за месяц сделали достаточно качественный продукт. Поэтому мы еще в таком усиленно-тестовом режиме, но это полноценный работающий интернет-магазин, и, в общем-то, этот результат оправдал все ожидания. То есть он работает сейчас? Да, с 1 апреля мы работаем онлайн. Ну, то есть я имею в виду, что мало же просто там выпустить в эфир магазин, да, нужно прокоммуницировать, там, проверить все процессы, но я так понимаю, что если вы хорошо работаете со своей базой, да, то вы вот отправили, сообщили своим клиентам, и они же и стали клиентами вашего интернет-магазина. Правильно я понимаю? Именно так и произошло, но тут же сейчас самый важный вопрос, да, один нам консультант правильно сказал, да, самая большая ошибка, вот на примере, да, когда кто-то строит торговый центр, тренируется на киоске. Вот нам сейчас важно не увлечься работой исключительно с клиентской базой оффлайна. Мы понимаем, что для того, чтобы полноценно работать в онлайне, нужны немножко другие знания, чем которыми обладает сейчас мастер-зоо как эксперт в оффлайне. Мы пытаемся сейчас всеми способами, внешними и внутренними, их доращивать, поэтому это предстоит еще сложный, долгий путь, но мы к нему готовы. Будете привлекать команду, объединять, потому что, в принципе, ошибку, которую совершали многие ритейлеры на первом этапе, ну, на рынке электроники, потому что он был первый такой продвинутый, это то, что они интернет-магазин делали как отдельным подразделением внутри компании, и оно не коннектилось с теми, кто работал в оффлайне, и это приводило к тому, что интернет-магазин конкурировали со своими оффлайн-магазинами, разный был маркетинг, не было как бы единой базы, и то есть из этого, ну, то есть работало это все достаточно плохо. Ну, мы знаем об этих рисках и пытаемся их учесть. Вот, понимаем, что часть ошибок нужно сделать самому, чтобы все-таки сделать выводы, да, и все это понимаем. Да, но все ошибки вот этих олдскурдного оффлайна, мы их понимаем. Стараемся, конечно же, предотвратить, но посмотрим. Я думаю, что выводы будет возможным делать в конце года. Раньше это все сейчас будет гадание на кофейной гуще. Хорошо, но в любом случае этот карантин и этот кризис, это такая мобилизация ресурсов, да, это такой пинок, можно сказать, всем собственникам бизнеса, всем управленцам, но я считаю, что нужно всегда делать выводы, да, и что-то извлекать из этого, поэтому спрашиваю всех, спрошу вас, поделитесь своими выводами, которые вы уже сделали, уже как бы сегодня, что вы пересмотрели в себе как лидер своей компании? Ну, наверное, самое важное, принимать ситуацию как можно быстрее, не стараться ее отрицать или бороться с ветряными милицами, да. Я очень рада и благодарна, еще раз об этом часто говорю, команде, тому, что она была до кризиса, они, мы думали, как себя усиливать, и, наверное, для меня этот кризис отличался тем, что многие решения принимались уже не просто интуитивно, а это были уже решения, предложенные командой, предложенные коллегами, и для меня это самая большая личная победа. Поэтому мы сейчас больше сосредоточены на том, что такое мастер-зоу в 2021 году с новой реальностью. Мы сосредоточены на том, чтобы построить полноценную омниканальность и быть доступными в один шаг, в один клип для нашего клиента, ассоциироваться как к поставщику эмоций, золотоваров, и как необходимого, так и вот этого удовольствия шоппинга в двух каналах оффлайна и онлайна, потому что мы научились это делать в оффлайне однозначно, но большой путь пройти это в онлайне. Ну, наверное, основной вывод для себя больше спокойствия и уверенности в себе, потому что, ну, знаете, мы, наверное, все лидеры имеем слишком большую претензию к себе и живем в иллюзии вот этого идеального какого-то руководителя, которым я должен быть, и вот он я. И иногда себе ставим большие планки, надо просто принимать себя, принимать ситуацию, и тогда адекватное решение будет появляться сами себе. Поэтому уверена, что украинский рынок, ну, я вообще обожаю предпринимательский дух Украины. Я об этом говорила на одном из ритейл-форумов, что, наверное, лучшее, что случилось с Украиной после войны, это вот рост этого предпринимательского духа и адекватность наших предпринимателей. И, ну, мне кажется, я смотрю по многим коллегам, собственниками, руководителями, с которыми мы общаемся, трезвый ум, я не вижу там каких-то суперэмоций, все пропало, или, ой, как же жить? Поэтому, да, тяжело. И, вы знаете, иногда не скажешь, кому хуже, у кого 10% от оборота или у кого 70% от оборота, потому что, ну, иногда проще с нуля пересобрать, чем, ну, потому что, когда падает 30 или 40% от оборота, это совсем другие процессы, совсем другие размеры, и ты не понимаешь, вот что будет потом и как адаптироваться, как у меня тоже одна коллега говорит, скорость торможения лайнера 40 километров, а путь, 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 путь лайнера 40 километров, да. Поэтому, да, 40 километров, мы это помним, поэтому стараемся беречь свои эмоции и вспоминаем про основы эмоционального интеллекта. Хорошо, спасибо большое еще раз на этом все, спасибо, что посмотрели нас, подписывайтесь, делитесь с друзьями, пишите в комментариях, что еще вам хотелось бы услышать и до новых встреч. Спасибо, Юля, большое, да, до свидания. Zoom-интервью Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...